Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли замечательный дирижер, среди многих почетных званий которого есть и звание народный артист Советского Союза, художественный руководитель Таллиннской филармонии и главный приглашенный дирижер финской национальной оперы Эри Класс. Эрий Эдуардович, здравствуйте, очень рад вас видеть. Добрый день. В Москве только что завершился международный музыкальный фестиваль «Два мастера, два мира» Вагнер Верди. Финальный концерт вызвал большой резонанс. А в чем для вас особенность этого концерта? Вы знаете, ведь на самом деле в конце этого года столь много концертов было посвящено этим двум, конечно, самым известным оперным композиторам Вагнеру и Верди, которые оба являются тоже моими кумирами. Но я очень рад, что завершается этот концерт для меня в этом году с этими юбилеями связаны именно с этим концертом, который сейчас в Москве был. И то, что в этом концерте участвует мой очень почетный и добрый друг Матни Сальминен. Это певец очень высокого ранга, международный гроссмейстер, если можно так сказать, потому что он пел во всех самых престижных оперных театрах. Каммерзингер, Венской, Берлинской, Баварской оперы, дважды Луриан Грэмми. Так что это такое явление. Но меня с ним связывает очень давняя дружба. Вы знаете, у меня очень темное прошлое, если можно сказать, что я ведь... Сейчас мы будем просветлять его. Да, да. Но она не такая страшная. Матни Сальминен завоевал популярность в Финляндии как не оперный певец, как самый известный исполнитель танго. Танго. Это для финнов нельзя как разобрать. И народных песен. У него такой голос, бас. Фантастический, конечно. И, понимаете, его когда нашли, вернее, открыли до оперы, его сразу захватили все выдающиеся театры в Германии. И так он дошелся на своем пути сквозь всякие не препятствия, а именно эту трудолюбивость. И все это его довело до Вагнера, до Метрополитенопера, до Мюнхенской оперы, для всех оперных театров. Я с ним встречался столь много. И меня приняло именно то, что его душевность и откровенность. И я сам тоже ведь, если я сказал, как бы темное прошлое, так мое прошлое тоже именно связано было с легкой музыкой. И когда я в Финляндии первый раз дирижировал концерты в Малере, тогда самый известный, самый такой всеми боязный музыкальный клиник в Финляндии сказал, вот, теперь мы нашли дирижера для Малера. Я говорю, боже мой, а где мы спали первый раз в Финляндии? Я говорю, я играл в танцевальном оркестре на детском музыкальном театре, ну как, в парке культуры. Боже мой, неужели так? И ведь играли не Малера тогда. И тогда не Малера. Сейчас я дирижирую Малера. Кстати, и в Москве я буду дирижировать Малера с госоркестром имени Светланова. Так что сейчас этот концерт мне какой-то очень важный концерт, поэтому что я, наконец, смог, с Матниса Альмина выступил в Москве. Он никогда не был в Москве. Я очень рад, что, как бы сказать, что я смог его, как бы сказать, быть посредником, чтобы он выступил в Москве. И он согласился. Я очень рад. А знание скольких языков, кроме музыкального, конечно, помогает вам общаться с оркестрантами во многих-многих странах мира? Ну, я говорю на семи языках. И, значит, все эти скандинавские языки – это моя, как бы сказать, вторая родина, потому что я был главным дирижером в Швеции, и в Дании, и в Норвегии я много дирижировал. Я говорю по-шведски и фински, конечно. Так что, конечно, английский и немецкий – это тоже. Но дело в том, что я с ними общаюсь, так сказать, на их языках. Это, как бы, моя большая родина тоже. И мне очень приятно то, что нас связывали очень такие острые ситуации с Матте, с Армина. Один раз я был в Нью-Йорке, ибо я являюсь также послом доброй воли от УНИСЕФ, такая международная. Конечно, известная. И моя обязанность всегда помогать молодым. Я везде дирижирую молодежными оркестрами, без оплаты и только от души. И один раз я обещал дирижировать концертом в Нью-Йорке. В Нью-Йорке концерт «Верди реквим» для темнокожие исполнители, которые хотели устроить концерт памяти тех белых двух монашек, которые построили первую церковь в Гарлеме, это негритянский район в Нью-Йорке. Баптистская церковь. И они собрали все хоры всех этих церквей, почти этих двух монашек, и пригласили меня дирижировать. Все темнокожие, 200 человек хор, 100 человек оркестров, все темнокожие. И тут вдруг сообщает мне руководитель этой оперы, Берн Сэндис, это опера «Эбони», тоже как и «Краска», говорит, страшное несчастье, заболел наш бас. Что делаем? Я говорю, что нельзя же отменить концерт. Я говорю, что есть у тебя какой-то выход? Я говорю, есть. Я постараюсь. Только он не темнокожий. Но он не темнокожий, я тоже не темнокожий. И кто это? Я говорю, Маттий Сальминен, он сейчас поет «Метрополитен опера». Записывает оперы Вагнера. Я ему посмотрю, Маттий, денег нет, но выручать надо, понимаешь ли? И поем не финские песни. И поем не финские песни, не танго. Без репетиции, сразу концерт. Верди реквим. Согласен? Конечно, согласен. Он пришел и пел. Мы два белых человека, но это было очень, мне как-то, это оставило огромное такое теплота, что здесь не говорят о красках кожи или о деньгах. Именно это как-то гудвилл. Ну, доброе желание. Добрая воля, да. Добрая воля. И вот я с ним столь много выступал в разных странах. И теперь мне радостно, что я теперь в Москве выступил с ним. С такой программой, которая посвящена Верде и Вагнеру. Вы много преподаете. Не то, что дирижируете молодежными оркестрами, но и преподаете, учите других. А дисциплина, прямо скажем, сложнейшая. Я говорю о дирижировании, конечно. И вот я общался с вашим учеником. Он когда-то у вас учился. И он пересказал мне вашу фразу. Я думаю, вы ее адресуете очень многим своим студентам. Ты, батенька, сколько руками не маши, все равно вертолетом не станешь. И не взлетишь. И это правда. Ведь самые выдающиеся маэстро действительно скупы на жесты. Так получается, одно из самых главных тайн с дирижированием. И задач убрать лишнее. Отсечь все ненужное. Вы знаете, я очень много дирижировал. Также в Эстонии есть такой певческий праздник, где, понимаете, на сцене 20 или 30 человек, 30 тысяч певцов. И они говорят, как же у тебя так получается? Ты одним пальцем дирижируешь, а мы здесь как бы лес рубим, чтобы они что-нибудь пошли за нами. Я говорю, вы можете потеть, но дело в том, что они от вашего пота Рождество не получают. Так что самое дело – это то, что надо быть скупым. Но не нарочно скупым, а именно только то, что надо. Мой большой кумир – это Геннадий Николаевич Рождественский, который фантастический дирижер. Именно он не скупой, он показывает только то, что надо. Понимаете, все, не только что все вступления. Особенно, если дело касается классической музыки. Понимаете, музыканты, ведь они не нуждаются в тактировании каждый такт. Если вы даже дирижируете весну священную, тогда же там, если вы очень стараетесь всем показать, не надо. Понимаете, музыканты, вы будете им мешать. Дайте им сыграть. Будьте им другом и показателем того, что вы их уважаете. Так что я очень уважаю музыкантов и музыку. После обучения в Таллине вы и учились, и стажировались в Ленинградской консерватории. И это было золотое время по-настоящему, потому что через коридор распорогались два класса. Мусина и замечательного, выдающегося дирижера и педагога Николая Рабиновича. Я, конечно, о нем говорю. И мало того, что это было золотое время для педагогов. Ученики, студенты какие были. Юрий Тимирканов, Марис Янсенс, вы, Юрий Симонов. А в чем волшебство этого времени? Вот почему вдруг такое, я не зря употребляю это слово золотое, здесь какой-то могучий такой всплеск потрясающих всемирно прославленных дирижеров. Из-за чего это? Я думаю, что мы должны все быть благодарны именно Ленинградской консерватории, потому что эти два корифея педагогических данных, и Мусин, и Рабинович, они выпустили целую армию дирижеров. И почти все куда-то успели, довольно далеко. И я помню, что я очень гордился, что я учился с такими выдающимися дирижерами на одном курсе или вместе с ними. И самая большая была именно то, любовь и трудоспособность всех занять не из-за какими-то фокусами, не завоевать звания, а уважения музыкантов. И, понимаете, это рождается между оркестром и дирижером только тогда, когда музыканты с первого в же такт, понимаете, с ним мы едем. И, значит, это идет на дружбе, не на то, что вот так надо, и надо ругаться, и быть очень важным. Понимаете, я всегда, ибо я играл много лет в оркестре, и с оркестра, я сидел и всем говорил, идите в оркестр, играйте в оркестре, вы поймете. На своей собственной шкуре испытайте, что это такое. И также посмотрите, что делают дирижеры, приглашенные дирижеры. И если не хороший дирижер, особенно его, чтобы вы эти ошибки не делали сами в будущем, то я счастлив, что я за свою жизнь, я знаю, скоро уже 200 оркестров в мире отдирижировал, не отдирижировал, но получаю с ним. Сотрудничали вместе. Да, и я всегда, и понимаете, здесь не в ряду то, что я всегда говорил, что если у вас какая-нибудь возможность, знаете, что, если у меня спрашивают, на каком инструменте вы играете, я говорю, я играю на нервах музыкантов, потому что я ведь, мой инструмент – это 100 человек оркестра, и каждый из них – это один инструмент в этом. И ты должен знать также все это, даже их подход и настроение сегодня. Ты должен создать обстановку, и эту обстановку ты должен создать. Взглядел уже первый раз на оркестр и понял, что у вас что, дома не в порядке? Откуда вы знаете? Я говорю, что правильно? Да, да. Понимаете, надо вникать, не раскрыть его проблемы, а их спасать от музыки. Таким образом вы должны быть очень строгим профессором, потому что вы пускаете не просто музыканта, а вы пускаете руководителя оркестра. И если человек не совсем нравственен, скажем, он не обладает теми качествами, которые должен обладать руководитель, человек, способный полюбить свой коллектив, получается, от такого даже талантливого музыканта нужно избавляться. Дело в том, что это очень часто так и бывает, что те, которые больше заинтересованы в этом дирижешком диктате и подставкой стоять выше музыкантов, ты еще не выше музыкантов, которые сидят в оркестре. Они очень критично относятся к тебе, к себе тоже. Самый страшный момент ведь бывает так, что если музыкант говорит, вот здесь клонет, сыграй сам, и все, а что ты тогда сделаешь? Значит, ты должен с тактом относиться, с любовью, к каждому, очень быть скромным, сам выдвигая себя, выдвигая лучше музыканта. Люби музыканта. Спасибо вам большое. Не за что. Во многом это европейский подход, но я думаю, что мы к этому стремимся. Спасибо вам большое. Не за что. Спасибо вам. Эрик Ласс, народный артист Советского Союза, художественный руководитель Таллиннской филармонии и главный приглашенный дирижер финской национальной оперы, сегодня в главной роли. Низкий поклон. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова